В норме вы где-то по базовой функции будете работать, ну, часов 5, а по творческой часа 2 с половиной. Мирность аспекта более высокая, бьет маленькую. И если вы по маленьким функциям, по маломерным, вы не можете реализоваться, потому что, и не можете развить эти функции до профессионального уровня, потому что люди, у которых эти функции базовая и творческая, вас сожрут, не заметят, и вы в конкуренции ничего с ними не сделаете. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Соколов Илья. Сегодня у нас важнейшее видео. Мы будем разбирать модель А. Каждую функцию, каждую специфику, каждую функцию. На примере Дюмы, это мой психотип, я его лучше всех знаю. Больше всего примеров привести могу, и больше конкретики могу сказать. На самом деле, здесь мог быть любой социотип, но мы рассмотрим на примере Дюмы. Вообще, на самом деле, почему немножко с трудом дается этот ролик? Потому что то, что я вам сегодня расскажу, это уникальное знание и уникальная информация, которую вообще вы нигде не найдете, ниоткуда не подчерпнете. Почему? Потому что, как я вообще эти знания сам получил? Я читал кучу разных социанических пабликов, видео смотрел, книжек читал, информации, гуглил. Я читал разные информации, и модель Джигуленко, и модель Аугус Новичута, что я только не смотрел. И параллельно у меня психологическое образование. То есть, у меня есть в голове инструментарий, анализа подобной информации, и умение делать из нее выводы. И те выводы, к которым я пришел, говорят лишь об одном, что эти знания вам помогут в определении собственного типа, в определении типов других людей, в понимании, для чего нужна соционика. Ну, в общем-то, больше у меня таких... Короче, вот в первую очередь вот это. Вы после этого видео продвинетесь вперед на 10 шагов. То, что вы узнаете, это максимально уникальная информация, которую я рассказываю только на платных консультациях и только на обучении по соционике. Но я решил все-таки записать уже это видео, потому что я миллион раз уже рассказывал это на обучениях. Ну, не миллион раз, но рассказывал. Кстати, я обучение по соционике провожу. Если вы хотите изучать соционику с нуля, я сначала рассказываю про аспекты, потом про модель А, про дихтомию, соответственно. И потом мы просто смотрим различные ролики на ютубе и пытаемся вместе типировать и определять различные аспекты. Итак, давайте рассмотрим, что же в модели А такого вот особенного, что мы можем пронаблюдать. Первое. Это ценностные и неценностные функции. Это максимально недооцененная вещь в соционике, которую вообще люди все постоянно обходят стороной. И люди не понимают, что это такое. Вообще, я писал такую работу на бакалавриате. Там изучение ценностно-мотивационной сферы студентов-психологов. И главный вывод, к которому я пришел, что почему вообще ценностно-мотивационная? Потому что это, скажем, рядом стоящие сферы в структуре личности человека. И наши ценности базируются на потребностях. И пока я писал первую теоретическую главу, я понял, что существует огромнейшее количество взглядов на то, какие ценности бывают. От пирамиды Маслоу до какие-нибудь ценности по... Там есть отец, такой вот тест Сенина, Ивана Геннадьевича, по-моему. Вот у меня он был в работе. И у всех различные понимания ценностей. И главное, что я усвоил оттуда, что все это сводится к тому, что все в любом случае ценности, они так или иначе сопряжены с потребностями и с мотивацией, с внутренней мотивацией человека, с вашими хотелками. Ваши хотелки, это не просто вещь, которая появляется откуда-то из космоса, и вы вдруг хотите. В вас внутри живет сущность, которая требует определенной информации и определенной деятельности. И до тех пор, пока она ее не получит, она будет неудовлетворена. Если она будет неудовлетворена, у вас будет фрустрация. Вы, наверное, слышали, что это такое за слово. Но мало кто ему может дать определение. Фрустрация это негативное психоэмоциональное состояние, которое испытывает человек в момент, когда он не может удовлетворить свою потребность. Например, когда человек хочет кушать, и он не ест, у него еды нет, денег нет, или на работе сидит, или нет вариантов, магазина рядом нет. Он злой! Я хочу жрать! Он злой! Это фрустрационное состояние, понимаете? Вы неудовлетворение потребности. И ценностные аспекты, это те аспекты, по которым у нас есть врожденная потребность действовать. У человека есть какие потребности? Спать, есть, в туалет ходить, там, ну, такие вот основные, да? Но кроме этого, у нас есть еще и психологические потребности. Я слышал от этого института, там, в одном ролике, такой, ссылались на такую систему ценностей, что есть, там, шесть типа нематериальных ценностей, там, потребностей. Там потребность в общении, потребность в любви и привязанности, там, потребность в комфорте и так далее. То есть, там, шесть выделяется. В соционике у нас, как бы, восемь сфер жизни, восемь сфер. И, эм, каждая из этих аспектов, эм, половина из них человеку потребностно. Что такое потребностно? У человека регулярно, 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 каждодневно, постоянно, регулярно, неутомимо, непреклонно, постоянно существует потребность, эм, почувствовать вот это, почувствовать что? Сейчас я расскажу что. Почувствовать этот аспект, почувствовать эту информацию. И, эм, есть такой Виктор Гуленко, эм, он до сих пор жив, он из Киева, с Украины, эм, эм, и, эм, он создал свою модель G. Почему? Вы, наверное, если читали заумные всякие статьи по соционике, вы видели о им, эм, 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 или как-то там, как-то, три буквы вот эти, это, э, или э, э, им, э, им. Энерго-информационный метаболизм. Модель А в первую очередь рассматривает энергетический метаболизм, то есть информацию. А Гуленко, его модель G, строится на энергетическом, э, э, на психо, э, э, на функциональных состояниях психики, э, 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 модель эта строится. О чем это говорит? Это говорит о том, что абсолютно каждая, каждый аспект, когда вы по нему живете, что-то делаете, говорите, вы его чувствуете, вы перенимаете информацию по нему, вы проживаете определенное психоэмоциональное состояние. Давайте так, я буду его называть функциональное состояние, функциональное состояние аспекта. Каждому аспекту соответствует определенное психоэмоциональное состояние, это раз. Сейчас мы про каждый аспект будем говорить, какое же это психоэмоциональное состояние. Вы, наверное, заметили такую особенность, что вот вы возьмете Робеспьеров, от них определенный вайп исходит, вайп, да, вайп таких вот слабых, как бы, ну, таких людей, которые точно тебе, короче, нож сейчас не пырнут. Ты их не боишься, от них вот этот вайп, они, ну, в безопасности, даже наоборот, что они в какой-то опасности всегда находятся, как будто вот такой. Или, например, от Дюм вайп такой, как будто вот, как будто с вами постоянно флиртуют, как будто какой-то вот, если парень это, он какой-то такой слащавенький, да, от Гамлета веет вайпом за счет ценностной черной сенсорики и болевой белой сенсорики, они всегда на пафосе немножко на таком. Как отличить на сайтах знакомств Гамлета и Гюго? Вам необходимо посмотреть на пафосные фотки, если там есть пафосно, если там пафосно стоит, пафосно вот так вот стоит, это Гамлет. Если там цветастая фотка и там девочка как-то, ну, играет как-то, прикалывается как-то, это скорее Гюго. Это вот я буквально, буквально, все секреты вам рассказываю, реально просто. То есть, я к чему веду? Каждая, еще раз, вы должны это понять, что вы можете типировать исключительно по этике эмоций, смотря на человека, понимая, что он чувствует, в каком психоэмоциональном состоянии находится и как он в этом состоянии себя чувствует. Если мы находимся в базовом состоянии, базовой функции, то человек, во-первых, экспертен, сейчас мы говорим почему, это связано с мерностью аспектов. И второе, ему это состояние естественно и кайфово. Вы чувствуете, что человек в своей тарелке, на своем месте, его никто не заставляет, его несет, как меня сейчас. Я по черной этике, по творческой, сейчас нормально зажигаю. Я чувствую, как я энергетически топлю сейчас жестко, и мне очень классно. Это черная этика, вот эта манера общения для меня нормальная. Я вот такой человек на самом деле. И кто-то скажет, ты нормальный, но я просто демонстрирую вам, как это работает. Это для меня естество. Но видите, какой прикол? Я, видите, как закричал, как засуетился. Я экстраверт на себя повел. Естественно, неестественно это, это неестественное мое состояние. Потому что, вот если проследить за мной, посмотреть на телеграм, приходите, подписывайтесь, чат, группу, вконтакте, stories в инстаграме мои посмотреть, вы увидите, что я задумчивый, молчаливый, очень скромный человек, который лишний раз не будет с человеком общаться, стесняющийся других людей. И мне вообще в целом вот с людьми взаимодействовать это напряг. То есть я целыми днями, чтобы вы понимали, не шучу, целыми днями ни с кем не общаюсь, мне никто не нужен, мне по кайфу. Я целыми днями кайфую, короче, один наедине. И единственная потребность, вот, люди, по сути, делают себе нужные по черной этике, поугарать. Ну как ты будешь угорать сам собой? Ну ты сидишь, ютуб смотришь, как бы один. Ты же, или там, флексишь под какого-нибудь рэпера перед зеркалом. Ну это, ну это ерунда какая-то. Хочется что-то там выйти на улицу, там, там, что-нибудь поугарать как-то. Ну не агрессивно, просто поорать там, постебаться. В этом отличие, там, Дюмы от Гамлета. Гамлет и поорать, и пизды получить, и подраться с кем-нибудь, и отношения повыяснять. А Дюме хочется просто выйти, полоскаться с кем-нибудь, и поиграться, поугарать, покривляться. Все, это вот социальное взаимодействие, такое у Дюм социальное. И оно включается в определенный момент. В основное время я нахожусь в состоянии белой сенсорики. И я, самый главный тейк, который, с которым, наверное, много будет, кто не согласен, но, как бы, поехали. Мерность аспекта. Что такое мерность аспекта? Мерность аспекта – это мощность движка, обработки вашего, вот, этого аспекта. Мощность двигателя. И, вот смотрите, едет машина, пример абсолютно прекрасный. Едет две машины. У одной движок маленький, там, акушка какая-то, да. И бэха едет, и они топят под сотку вдвоем, короче. Они проехали 40 минут, бэха такая... Ну, правильно, ну, сейчас перекурим, дальше поедем. А акушка такая... Чувак, ну, это просто нереально, это так жестко. У меня тачка просто горит изнутри. Это невыносимо. Ну, давай чуть полегче. Я не мог... Давай просто, у меня, 40 минут постоим, отдохнем. А БМВ такая... Ну, ты чё, слабый, что ли? Поняли, да? В чём изменяется, измеряется мерность аспекта? Первое, в уровне развития, буквально. Чем выше уровень развития, чем выше мерность аспекта, тем выше потолок развития по этому аспекту. То есть, в белой сенсорике, там, самые лучшие сомелье, сексологи, врачи, врачи, я имею в виду, которые с телом работают, массажисты, какие-нибудь, которые тело своё очень круто чувствуют, это Дюмы, Габены, Штирлицы, и... и... кого я забыл, кого я забыл? И Гюго. Вот. Когда мне... Какой... Я вижу, когда какой-то Дон Кихот с болевой... с... с сугестивной белой сенсорикой. Начинает что-то там мне рассказывать про здоровье. Я сразу вспоминаю, что у тебя, братуха, белая сенсорика, одномерная. Ты окушка, которая... ты теле... этот, как его? Моська гавкающая на слона. Ты пытаешься жену щи варить. Что ты вообще... Ты с чего вообще взял, что ты мне ровня в этом? Вот я лет шесть сыроедил, и я очень много там видел Есенинов, Дон Кихотов, Гексли, которые там сыроедят. Как они себе подрывают здоровье? Я вам просто скажу, мне 28 лет, я ни разу в больницу не обращался, я не приписан ни к одной больнице, я ни разу не вызывал врача, я вообще не знаю, какие существуют таблетки. Я только вот как коронавирус появился, я начал там какие-то там процетамол, ну и когда перешел на обычный тип питания, я уже как-то легче к этому начал относиться, там ко всякому процетамолчику закинуть, там голова заболел, процетамолчику закинул, там, да, но в общем и целом мне можно так не делать. То есть я свое тело чувствую идеально, я в здоровье разбираюсь идеально. И когда я тут на Патриках был в ресторане, значит, в Москве, кстати говоря, кстати говоря, просто кстати, я ищу девушку, поэтому если я кому-то нравлюсь, напишите мне в Телеграм, мы с вами поговорим. И в общем, все у нас будет кайфово. Я сейчас закончил универ, в принципе, я могу даже и выезжать куда угодно, поэтому такая тема. Вот, а если у вас еще и жить есть где, а если вы еще там, допустим, из Москвы, то вообще идеально на самом деле. А если вам нужна еще дополнительно выездная консультация, то мы можем совместить это. Вот такая тема. Да, короче, на Патриках ресторан, там что-то хорошая девочка называется, и ко мне подходит Робеспьер Сомелье. Я, как робот говорит, я ваш личный, что-то, типа, там, как-то, винах, разбирающийся чувак, типа там, Сомелье, и я вам подскажу, какое вино подобрать. Я такой думаю, братан, я за полдня лучше тебя в этом разбираться буду. Я, конечно, понимаю, что у тебя белая сенсорика двухмерная, но, ну, какой, как, ну, как это возможно? Ты просто много прочитал, да, в интернете, курсы какие-то прошел, но рецепторы-то у тебя белосенсорные, они, как были двухмерные, так они двухмерные и остались. Это то же самое, то, что вот я, какой из меня ученый, ну, какой из меня ученый, я блогер в первую очередь, я инфлюенсер, я психоактивист в первую очередь, психолог консультирующий, а не ученый, потому что с двухмерной структурной логикой вы ученым не будете никаким, ваши экзерсисы научные не имеют научные ценности в сравнении с Бальзаками и Робеспьерами. Вы просто, пока, если вы думаете по-обратному, вы просто, вот у меня брат, например, родной Робеспьер, он топовый программист, топ-500 мира в Гугле работает. Его понимание вообще по структурной логике и вообще некоторых вещей, ну, это на порядке лучше, на порядке, то есть, он схватывает материал в сотню раз лучше, ну, не в сотню, ну, короче, если мы упремся во что-то одно, то он проанализирует настолько глубоко, насколько это вообще возможно. в сравнении со мной, с человеком, который там по верхам будет там только три дня, только разбираться в уголовлении клиники, будет только час, типа. Итак, мерность аспекта измеряется, первое, в скиле, в уровне деятельности, то есть, мы можем сразу судить, мы берем человека на работу и мы думаем, нам на этой работе нужна белоэтика, потому что у нас белоэтический коллектив, там, девчонки и вообще такой очень этичный коллектив, и нам нужен человек с этикой, и вообще у нас, как бы, респектабельное заведение и очень уважительно, нужно общаться. Нужно взять человека с белоэтикой, либо с первой эмоцией психософской, либо со второй, либо, ну, в общем-то, вот, и приходит, например, там, какой-нибудь там, приходит, например, Жуков, да, Жуков, который, слышь, ты, о, девчонки, что, пойдем на перекур, а? Вот эта тема начинается, ха-ха, хи-хи, о, там, а что вы расстались с Мишкой-то? А это секрет, нельзя было вообще рассказывать, вообще так общаться. И вы, да у него болевая белая этика, ну, куда, ну, куда ему в этот коллектив? Он, и, в соционике все очень жестко, ничего развить нельзя, можно развить только вот этот потенциал, то есть, самая главная такая ошибка, которую допускают люди, они полностью забивают на свои неценностные функции, то есть, например, Дон Кихот полностью отрицает свою белую этику, и говорит то, что это полная чушь, что это не так, что, эээ, нет у него никакой болевой белой этики, что он людей понимает, он вообще всех лучше знает, а на самом деле фрик-фриком, два друга за всю свою жизнь, и то из детства, и то общаются они, потому что у них много вместе с вами воспоминаний, и с друзьями из детства, если как бы не оскорблять, вы будете общаться в вечность, открою вам тайну, вот, и, первое, это мерность аспекта, и второе, это просто вот отпад, сейчас, кто, кто сейчас стоит, кто сейчас стоит, присядься, сейчас будет жестко, сейчас глотну чайку, значит, мерность аспекта проявляется во времени, в продолжительности времени, в которой человек может работать по этому аспекту, то есть, весь наш день, с точки зрения соционики, распределен по аспектам, примерно, столько, сколько мы можем прожить, часов, вот, бодрствование у человека, 16 часов, вот в эти 16 часов прописано, сколько часов, мы будем заниматься, чем в этой жизни, за нас уже природа все решила, за нас уже психика все решила, мы будем переживать те психоэмоциональные состояния, те функциональные состояния, которые заложены в наш психотип, и мы будем переживать их столько времени, сколько заложено в наш психотип, итак, переходим к базовой функции дюмы, к белой сенсорике, пишу, белая сенсорика, важно понимать, что это четырехмерный аспект, то есть, это запредельный уровень, дюмы, у них уже заложено, что они самые лучшие массажисты от природы, самые лучшие сексологи, я сейчас не беру третью и четвертую физику по психософии, я беру сейчас первую, вторую физику по психософии, как правило, либо раскрытую третью физику, но на самом деле я знаю топового повара, который зарабатывает по 300 тысяч в регионе, у меня во Владимире, дюму, да, повара, всю жизнь повар, вот, белая сенсорика связана с психоэмоциональным состоянием, наслаждением, кайфов, удовольствием, расслаблением, вот это вот состояние, такое, так, неуклюжесть, это обязательно неуклюжесть всегда, типа там, вот вы можете представить себе, Путин сидит такой, ой, что-то душно, надо окошко открыть, вы можете себе представить это, или, например, Путин сидит и жестко начал чесать голову, типа, чешется у него чего-то, он чешет, чешет, громко прям чешет, в прямом эфире, можете такое представить? Не можете, потому что белая сенсорика у него неценностная, у него нет потребности, постоянной, переживать психоэмоциональное состояние, наслаждение, кайфов, удовольствия, расслабления, приятности, и все дюмы, вот они же находятся в этом психоэмоциональном состоянии, вечно состояние, покушать надо, ой, как покушал, или, блин, не поспал сегодня, надо сегодня выспаться, блин, дрочить охота, но если я подрочу, я же кончу, и буду расслаблен, блин, ладно, вечерком подрочу, так, хм, надо поебаться, надо поебаться, засрочно поебаться, поебаться, кому поебаться, кому написать, кому написать, кому написать, или там, например, надо поесть, так, надо поесть, надо фруктов поесть, прям чувствую, я из Москвы приехал, я там ел мак постоянно, потому что, ну, еды там, ну, короче, что мне Москва не нравится, у меня не было доступа к плите, и доступ к нормальной еде, я там питался, просто это, выживал, я ел в маке каждый день, и фруктов практически не ел, и у меня вот здесь, вот у нас вот здесь, ну, Но я так понимаю, здесь почка, да, вот здесь вот, и меня прям тянет здесь. Я приезжаю домой, и мне срочно надо почки чистить, печень чистить, арбуз я целый съел, съел канистру салата, я съел кучу яблок. И вот это вот надо, я прямо еще в Москве помню в душу стою, а у меня мочалки нет. Я такой думаю, так, 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 надо, надо, надо приехать и прям хорошенечко мочалочкой прям вот эти вот места, вот эти места, прям хочется потерять, я прям чувствую, здесь вот кожа старая, прям надо ее потереть, потереть, потереть. И у нас, понимаете, это интровертная функция, интровертная. То есть человек постоянно находится в состоянии внутреннего диалога по поводу удовольствий. Блин, воняет, воняет, саниной какой-то, фу, воняет, блин, здесь душно, блин, неудобно, стул неудобный. Это внутри, это внутри. То есть со своими пацанами, при своих близких, там, ты скажешь это, понятное дело, но не при своих людях, там, при каких-то, там, максимугольких, ты, вот, ты уже все, пот льется, ты уже, все, давайте окно откроем. То есть, это будет прорываться наружу. Но в общем и целом, Дюма постоянно находится в состоянии, вот, получить, вот, комфорт, удовольствие. Животное, вот в этом плане, ну, чисто кошечка, котик такой. А сейчас мы полежим, сейчас мы поедим, сейчас мы покакаем, сейчас мы пописаем, сейчас мы подойдем, и нас погладят, та-та-та. Сейчас я вообще буду бегать просто по дому, физические упражнения делать, потому что как-то застоялилась кровь, там, мышцы, суставы. Вы в этом живете. Итак, сколько же часов, сколько же часов может работать Дюма по базовой белой сенсорике? По сути дела, это состояние безгранично, ну, я думаю, где-то часов восемь в легкую, выдерживая максимальный уровень продуктивности, Дюма может. Опять же, это все условно. На самом деле, Дюма может и 16 часов по белой сенсорике работать. Это нереально, это скучно, потому что есть другие ценностные аспекты, которые тоже кушать просят. Вы просто должны понимать, что внутри вас живет сущность, которая просит кушать. И кушать она просит аспекты функциональной психоэмоциональной состояния. Это не просто про информацию, социологи, это про психоэмоциональное состояние лично для меня. В первую очередь, это психоэмоциональное состояние. Итак, пишем, белая сенсорика восемь часов. Восемь часов. И переходим мы к творческой функции. Специфика. А, я не сказал про базовую функцию. Сразу скажу, что инертная, хуертная, вот эти все признаки Рейнина, я вообще ничего это не котирую. Это работает только в одну сторону. Можно любые признаки Рейнина вывернуть вообще как угодно. То есть, нельзя по признаку Рейнина протипировать человека. Но если вы уже протипировали, вы в нем признаки Рейнина найдете. То есть, это работает в одну сторону. То есть, по признакам Рейнина тут типировать сложно. Я, короче, вообще не котирую. Я это не признаю. И комментарии по поводу этого буду удалять. Я не люблю это. Просто не переношу вообще эти разговоры на эту тему. Вот. Какими аспектами, чем обладает эта функция? Ну, скажу душную информацию. Я сейчас в MBTI читаю книгу, и там написано, что типа у интровертов базовая функция, она как, знаете, вот, как генерал в палатке сидит, а у него адъютант бегает, адъютант творческая функция, она со всеми контактирует. То есть, базовая функция интроверта, она не торчит вообще. Но считывается это по психоэмоциональному состоянию. То есть, ты человеком говоришь, ну чё, братишка, как у тебя дела? Да чё ты, есть хочу, пиздец. А, Дима, да? Дима, да? Я понял, ты Дима. Всё, я понял. Давай. И да, тут очень важно понимать, что важно, чтобы человек реально разбирался в своём голоде. Потому что голодным может быть любой человек. Но если человек, типа, у меня идеальный тип питания, я сегодня не позавтракал, я идеально каждый день завтракаю, я сейчас не позавтракал, у меня весь режим летит, как бы, ну, мне дискомфортно. То есть, у меня идеальный режим. Да, это как, знаете, вот профессиональному спортсмену ночью не поспать. Понятно? Он говорит, слушай, я сегодня не поспал, я максимум сегодня не сделал, я просто надорву себе что-нибудь там, ну, тяжеловато будет, не надо этим заниматься. То есть, вам необходимо считывать в словах другого человека уровень, на котором разбирается человек. Это очень сложно, я согласен, да. И способ, как это сделать, вы должны очень хорошо себя знать, свой тип, и знать мерность своих функций, на каком уровне развития, по какому аспекту вы живёте, вы действуете, чувствуете этот аспект, и сравнивать себя с другим человеком. Ну, например, я Дюму другого увижу издалека, вот дайте мне 15 минут с человеком пообщаться, я скажу, он Дюма или нет. То есть, я увижу в нём своего, я увижу в нём белую сусорьку, я с ним просто про пиццу поразговариваю, я с ним про соевый соус поразговариваю, я разговариваю, какие он трусики покупает, я поразговариваю, какие он носочки покупает, на какого материала. Просто какой-то в проброс задам вопрос, и он мне, он типа, о, братан, я вот, омса, омса, вот, трусы вот эти, и ткань такая идеальная, приятная, такие вообще на ощупь, вообще классные, и прям так обволакивают, всё, и прям идеальные просто трусы. Видите, Дюма, просто сразу, я со старта, вам очень крутые, вот, крутые трусы себе купил, приём стоит, там они 200 рублей, вот, да, и вы себя сравниваете с другим человеком, вообще, по сути дела, типирование, открою вам супер секрет, строится на том, что вы себя сравниваете с другим человеком, у меня чёрная этика творческая, да, я себя сравниваю по чёрной этике, вот, человек лучше меня артист, или нет, хуже, лучше или хуже, Гюго, он, он просто, он, он, верь, он в этом, в этом экстравертном, в этой экстравертной эмоции, он естественен, он может целыми днями тусить и не уставать, а Дюма, он, там, 4 часа в день, там, может быть, и вот, специфика творческой, чёрной этики, специфика заключается в том, что она такая же сильная, вот, дискуссии о том, насколько трёхмерная функция лучше четырёхмерной, они продолжаются, по сути дела, это две пиздец, какие сильные функции, нереально сильные функции, очень сильные функции, и, тут, условно говоря, это, мастер спорта, а это, там, КМС, который сейчас поедет на соревнования, и вы сделаете, станет, наоборот, это мастер спорта, а это кандидат мастера спорта, который сейчас поедет, и точно займёт, там, в топ-2 войдёт, и станет мастером спорта, там, вот, проблема с творческой функцией, что она другой вертности, она, у меня, чёрная этика, чёрная, это значит, экстравертная, чёрная, значит, экстравертная, а я интровертно помню, и, Дюма у нас, вы помните, интроверт, сенсорик, иррационал, и, этик, и вот, по чёрной этике, в чём сложность, вот, я могу давать, ну, три консультации в день, потому что я по чёрной этике, по белой этике выгораю, по структурной логике, очень сложно структурированно, выдерживать разговор конструктивно, больше шести часов, то есть, по чёрной этике, вы можете работать каждый день, очень, вообще, профессионально, но вы будете выгорать, если будете, то, херачить по ней, как по базовой, базовой будет, всё-таки те, братан, сделай выходной, мы сидим дома, давай, короче, там придёт, там девочка, короче, вы с ней покайфуете, сегодня, мы сегодня, весь день смотрим сериалы, и очень, там, классно время проводим, вот, не выходя из дома, это рано или поздно будет у вас происходить, поэтому, чёрная этика, ну, закладываем вот, шесть часов в день, шесть часов в день, мы по этому аспекту можем работать, и чего, и того у нас получается, вот, 14 часов, да, но опять же, да, 8 часов белой сенсорики, у вас не будет набираться, по базовой функции, чего можно делать, 8 часов по базовой функции, ну, поел ты 3 раза, по 40 минут, это 2 часа, ну, там, погулять, ты сходил, там, спортом, ну, как-то, подтянулся, там, ну, ещё, там, полчаса, ну, ты, там, подрочил, там, час-два, это 4 часа, ну, чем ещё-то заниматься, по белой сенсорике, ну, продукты выбирать в магазине, то есть, я каждый день хожу в разные магазины, например, я могу нектарины выбирать в 4 разных, там, пятёрочках, прикиньте, в одной нет твёрдой, в одной, тут 3 мягких, беру 3, в этом 5 взял, в этом 5, и у меня 2 килограмма нектаринов каждый день, и сейчас сочнейших крутых, но для этого надо постоянно ходить, и их искать, вот, и, то есть, в норме вы где-то по базовой функции будете работать, ну, часов 5, а по творческой часа 2 с половиной, 3 с половиной, вот, примерно вот так, и ещё важно понимать, что не вся жизнь объясняется сценическими аспектами, сидеть и ебланить, просто, и лениться, и нихуя не делать, листая рилсы, это никакой не аспект, это все, на всех социотипы распространяется, вы можете, просто, отдыхать физически, реально, то есть, мозг восстанавливать, от перегруза по работе по болевой, то есть, не всё, не вся наша личность объясняется соционикой, именно поэтому мы изучаем другие типологии, именно поэтому, ну да, короче, именно поэтому типологии моря, вот, черная этика, у Дюмы, это связано с, такими психоэмоциональными состояниями, как эмоциональное заражение, то есть, эмоциональное возбуждение, громко разговаривать, и что-то пропагандировать, экстравагантно себя вести, и быть интересным человеком, харизматичным человеком, привлекающим к себе внимание человеком, шумным человеком, суетливым человеком, болтливым человеком, неиздержанным человеком, вот, вот, то есть, черная этика, она включается, это всё, громко разговаривает, тараторит, болтает, что-то его несёт, понесло черный этих включилась почему бальзак вот это здравствуйте это болевая это состояние анти черная этика это состояние вот белая интуиция задумчивая смотрю в вечность и сейчас мы переходим прежде чем перейдем к другому аспекту мы она про мерность аспекта в общем-то сказал поэтому давайте перейдем к следующей функции к следующей функции которой мы перейдем вы очень удивитесь какой мы перейдем к фоновой функции фоновая функция она не потребностная то есть человеку переживать это психоэмоциональное состояние это функциональное состояние неестественно в идеале со своими людьми по фоновой функции человек не будет вообще работать по этому аспекту работать он будет по нему только по необходимости у дюмы этот аспект этика отношений то есть дюма он у него две функции вообще он экстравагантничает по черной этике а потом изменяется по белой этике и делает вид то что он на самом деле нормальный чувак не хотел никого обидеть то есть он сначала создает все проблемы на жопу а потом разруливает их я хотел ладно не будет пример хотя ладно я короче никогда в жизни если медаль давали высказаться и если со мной шли на диалог никогда не получал пизды за слова всегда я мог договориться с людьми объясниться извиниться и сделать так чтобы люди вообще мы все друг друга поняли я прирожденный психолог я очень хорошо чувствую людей понимаю людей всем сопереживаю очень этичный человек но это не мое мое естество мое естество это угорать и народ давать до пизду лизать вот мое естество это естественно ли или есть вот мое естество вот и тут белая этика связана с таким образом эмоциональным состоянием как молчаливая увлеченность жизнью другого человека и ранимость по отношению к невнимательности к себе то есть белый этик он просто анализирует он смотрит как кто кому относятся и делает выводы от человеке о том как он кому относится и на основе этого делают о нем выводы и он делает как к нему относится и он постоянно думает как он должен относиться к людям что сделано реально загонять типа блин я его закинул в черный список блин врага себе нажим надо бы помириться для начала написать как бы помириться и они реально гоняют мысли то есть переживают сказать кому-то слово грубое и она не анализирует они в вечной рефлексии находятся рефлексия это не рефлик не рефлексия рефлексия это французское слово там ударение на последний слог рефлексия я не постоянно во время состояния рефлексии находятся по поводу того как только мы относятся и постоянно сопереживают всем ой да она развилась с ним и как же она теперь будет и это опять же интровертный аспект это все на внутреннем плане и если вы разговоритесь с человеком по белой этике то вы обязательно поймете что человек постоянно находится в психологическом анализе других людей постоянно и он этому редко раз говорит достоевский на тусовке просто молчит и смотрят как люди друг другом разговаривать представляете ни слова не скажут просто анализирует а потом уже делать свои выводы и со своими близкими друзьями скажет а или я то нагло это вообще видели такое нагло да пипец он он такой человек да ну да разные люди бывают конечно дайка же понимаю но все-таки нагловато он был да ну ты не рассказывай только как бы просто вот те так не показалось вот но вот то что он тебе эту фразу рассказал вообще да ну как вот так вот прям при людях вот напрямую манипулирует ариот матом ругает вообще как такое возможно то есть и белая ска это всегда такое состояние она всегда смотрит в глаза обязательно так но скрытно вот так вот и анализирует что вас на душе принят дон кихот вы идете рассказываете вот там я там что-то про отношения рассказываете и ход идет а я вчера конечно сказал видео овощение россии такая новая вышла просто бы оборвал дискуссию братан я душу изливаю тебя счета че-то опять начинается то у нас не разговора 2 монолога я тебе про отношения просто и страдания про душевные сопереживания а ты мне про нейросети охуительный у нас разговор давай или звонишь на дон кихота можно с тобой поговорить вопрос задать ты можешь конкретный вопрос и он все начинает по черной интуиции фантазии какие-то рассказывать а ты хотел конкретно разговор про отношения анализ какой-то провести или он говорит вы говорите по поверхностную тему типа да все женщины хотят только одного там счет и кухню скажет базовую братан ты же знаешь что она такая конкретно вот это ты же знаю у нас есть вот эти факты она не такая как ты можешь так обобщать всех людей ну все все ладно короче давай про нейросеть поразговариваем такая тема сколько часов может поработать по этике отношений дюма я думаю что это не больше 6-8 часов давайте так и запишем синим маркером потому что синеньким отмечаем не ценностные аспекты 68 часов и важное уточнение какой вывод мы можем сделать из того сколько часов мы можем работать по тому или иному аспекту наше типирование заключается в том то что мы анализируем образ жизни другого человека мы буквально должны как знаете в китае говорят походи в ботинках своего врага две недели и ты полностью познаешь его внутренний мир вот то же самое вам необходимо полностью понять субъективный мир субъективную реальность человека перед вами вы должны личностно им интересоваться сколько часов конкретно чем занимается на каком уровне чтобы мирность аспекта узнать и сколько часов если человек например фигачит по 8 часов там по 16 часов по этике тоже не постоянно косячит ну видно что на него не базовая и например он жалуется типа я так устаю от этих людей блед я прихожу домой я просто целыми днями в танки играю после работы я не я ненавижу я них анима я просто я я не могу не общаться ни с кем сразу видно интроверсия этика отношения не базовая хотя например а если он скажет такую тему я целыми днями достоевский например говорит там меня знакомы в мфц в москве работает и она говорит я прихожу домой и там только одни максим и горький жукова я от их и черной этике устала я просто хочу побыть одна я просто вот я от этого общения меня не так утомили то есть белый этик жалуются на то что его заставляют пограничительно черной этике работать а пограничительно черной этике вы можете работать полтора часа в день максимум и то она это специфическая функция мы еще про нее поговорим вот то есть это да и по поводу мерности аспекта это по уровню силы это такой же как и базовая функция то есть я с достоевским по этике отношения разговариваю на равных но есть одно но количество времени бьет бьет талант то есть достоевский живет в этом функциональном состоянии по 8 часов в день а я живу по шесть часов по необходимости то есть у меня бывают дни недели когда я на консультациях в белый тк включается на консультациях то есть матом не ругаться быть этичным не навязывать никому свое мнение не спорить с людьми не короче вот кто знает вот напишите в комментариях потому что я знаю что очень много были на моих консультациях людей как как я вот два разных человека я на консультациях и я в реальной жизни и я на в видео я после этого видео вот я щас по черной этике зажигаю да сейчас кстати видите чуть спала хочется в интроверсию немножко уйти подустал я я я сейчас поработаю по черной этике пару часов час еще с человеком поразговариваю эмоционально я весь оставшийся день буду в белой сенсорике нежиться я еще сегодня крайне плохо спал если сегодня я вчера зеленого чая напился перед сном я до четырех часов утра не до пяти наверно уснуть не мог и проснулся три раза просыпался ночью жесть короче вообще и то есть я да я даже не ну вот из последних сил записываю ролик по белой сенсорике страдаю сейчас глотну чайку вы видите после москвы до сих пор вот этот сушняк остался я не знаю почему вот прям меня почему-то поясница почки вот вот ноют вот меня под какой-то знаете какой-то тягучий как как будто я заболеваю от фастфуда от вот от именно от макдональдса у меня прям под грязный он прям какой-то вот он какой-то неестественный он как будто не мой как будто грязь к чужая у меня кожа на лице потеет просто я по 7 раз в день смылом умываю лицо просто прыщики какие-то просто от жира чисто же от жира хотя но от пота не какие-то прыща именно от пота прям пора забиваются потом эти сплошная белая сенсорика из дюмой если вы вот дюма даст все вы у вас все дюмы зачморенные вы всех их по унижали они просто живут своей маленькой жизнью и никому про это не рассказывают вы не знаете личную жизнь дюм мы скрытные люди это я только вам делюсь потому что типа ну как бы отстаиваю свои права то есть я мне не нравится то положение которое по жизни занимаю мне хочется вот как то что панораму люди уважительно к моей белой сенсорики относились вот акту кто-то просто вот без надежды скажем так я жил так очень долгое время без надежды сейчас я начал раскрываться очень сильно с возрастом то есть мне уже 28 лет мне уже пора то есть и на самом деле я вот жалею что я раньше не начал вот так всем этим заниматься потому что как-то скромно там интроверт как-то сидя дома как неуверенно там вот как-то все не до этого было в общем по этики отношений с достоевским в общем и целом в теории вы будете на равных а на практике достоевский будет лучше потому что в момент когда можно будет отвлечься от биоэтики на другой аспект вы спокойно отвлечетесь и достоевский продолжим то есть для устойчивых взаимоотношений фоновой функции недостаточно любопаду вот дюмы крутые психологи только если в денег заплатить либо по необходимости если по и и либо если не трахнуть кого-то хотят либо они что-то потеряют но в другом случае они не этичные они черные эти черные течны либо они унижены просто вами и забиты и они не могут слова никакой сказать они просто понимают что люди не поймут они стесняются скромные у них комплексы понимаете не все не не всем дано так как я у нас дюм вот таких раскованных рома желудь марк буллах мыл строй и я вот у нас на ю тубе в общем-то все дюмы стендап комиков очень много там конь ну не суть да да дюм побольше но я сейчас таких из медийки вот никаких не комиков беру мы рассмотрели вот эту функцию 3 потому что это самая сильная функция и мы самый сильный наши черты характера постоянно оперируем вот да мы идем на компромисс мы работаем по неценному в основном аспекту мы это прекрасно сознаем но это выгодно это выгодно просто по функция жить и втираться людям в доверие манипулировать другими людьми окружать себя людьми договариваться с людьми это просто выгодно работать по фоновой этике отношений человеку очень выгодно по фоновой функции очень выгодно и это не напряжно настолько насколько там человек например поработал по сугестивной функции по ней человек может работать 40 минут максимум два часа максимум и дальше уже будет напряг то есть вы с дон кихотом разговариваете фильм один посмотрели второй фильм уже не идет вы уже как-то на автомате уже смотрим вы уже не понимаете уже просто залипаете или в компьютерную игру играете уже не сюжет даже не вникаете через два часа вообще или в контра страйк я играю ну вот у меня для тут я творчеством могу заниматься на 40 минут в день все остальное на автомате просто клепаю все вот а по фоновой эти этики вы еще на супер уровне то есть вы всех лучше вы по базовой функции всех лучше в белой сенсорики а папы по фоновой тоже от вас вы от достоевских не общаетесь вы с драйзерами не общаетесь и по сути дела и с наполеонами вы не общаетесь и у кого нас еще творческая этика отношений и гексли да но с гексли это пол дуал и по сути дела вы всех лучше вот всего в окружении своего лучшего этики вас никто не сманипулирует вами вы всеми сманипулируете вы чувствуете всех вы понимаете кто как ему относится как ему надо отнести чтобы что-то получить либо просто приятно выебываться приятно в чем-то разбираться понятие приятно по белой этики жить будет быть профессионалом вы поговорили с человеком вот я честному говорю я по психологическим консультациям по своим по фоновой функции очень-очень получаю большое удовольствие то что людям помогаю я такого прилива сферотонина ни от чего не чувствую как там люди например благодаря мне не развелись или люди благодаря мне сошлись или люди благодаря мне не поругались не перебивали другу или люди благодаря мне перестали ругаться я понимаю что такое вывод как в фильме что там бабочки эффект бабочки какой-то эффект это реальная польза вот неоценимая реально вот то есть люди при брак сохранился там ребенок в полной семье будет там и так далее да или наоборот люди там разводятся например да я помогаю объясняя что не совершить ошибку вы конфликтеры в ошибку совершаете вы же это чувствуете не надо просто из-за денег то есть я сейчас сочиняю придумывают она ходу но и к тому что там помочь наоборот расстаться кого-то там например написать письмо как правильно расстаться с правильно сформулирована этом наоборот кому-то переписки как-то помочь да как и завязать к с кем-то разговорами там как себя проявить в каком в какой-то компании я прям пола блаженство экстаз чувствую поэтому мы работаем по базовой творческой и фоновой очень много времени до сказал сказал скажу что эти тайминги они условны и у нас есть наши цели по жизни то есть например если вы учитесь в институте то в любом случае дюма будет страдать по белой сенсорике потому что там ее нет он он будет по структурной логике перегружен по белой сенсорике наоборот будет не выспавшийся вот ей питаться плохо денег будет не хватать быть питаться из-за этого плохо в не высыпаться там и так далее да то есть мы из-за того то что наша жизнь диктует как мы должны жить а мы мы не выбираем жизнь то выводы и вы за нас в универ поступили вот вы вас за вас в универе выбирают как вы жить будете во сколько вы будете просыпаться что вы будете есть на что вы будете вы работать не будете вы работать будете вы тусоваться или не будете тусоваться если у вас экзамен например вы будете готовиться к экзаменам по структурной логике работать то есть это все условно это условно. Но это тенденция реально рабочая. Это механизм. Если перед вами Жуков, который по этике отношений работает больше 4 часов в день, да, это не Жуков. Либо это эмоция первая, психософская, либо это не Жуков просто. Узнать... Просто посмотрите на психоэмоциональное состояние. Если он находится в психоэмоциональном состоянии этики отношений, а он в нём не находится, вы это увидите прекрасно. Вы спросите, о чём думаешь? Да, небо голубое, типа, а такое ощущение, что он грустит, как будто его обидел кто-то. Он на самом деле просто по болевой этике отношений не понимает, не вывозит, как с кем общаться. Понимаете, да? Очень часто болевая этика отношений сидит. Вот так вот. И не понимает, какой вопрос задать. В телефоне залипает там что-то и так далее. Да, и вы скажете, там, это обзор на социотип зима, подставляйте свои аспекты на ваши функции. И подставляйте тайминги, у вас все то же самое. Психотипы, структура психотипа у всех одинаковая. По гуленка, кстати говоря, базовая и фоновая считаются главными функциями. У него фоновая функция – это творческая. То есть, правая рука, если вы правша, это базовая функция, а левая рука – это фоновая функция. Переходим к следующему аспекту. И следующий аспект, как ни странно, это активационная функция. И у Дюмы это структурная логика. Это структурная логика. Специфика этой функции, она еще называется самооценочная. Она двухмерная. Двухмерная функция – это значит, что потолок вашего развития очень низкий. То есть, если вы будете меряться с интеллектом по структурной логике, если вы будете по активационной функции меряться, кто круче, творческая функция или базовая, или ваша активационная, вы будете постоянно себя дураком ощущать. То есть, Дон Кихот по черной этике, структурной логикой проигрывает Дюме в артистичности. Двигается как орг. Не пластично, не харизматично. Как-то провокционно просто и все. В этом нет искусства, как такового. Не достаточно, как у Дюмы в сравнении. Дальше. Черная сенсорика активационная и базовая активационная. Как правило, сугестивная и активационная черная сенсорика – это люди, которые добиваются полупрофессиональных успехов в спорте. Потому что дальше они встречаются с Максимами Горькими, с Наполеонами, с Жуковыми, которые просто их танком переезжают по черной сенсорике. Потому что мерность аспекта сильнее. Мерность аспекта более высокая, бьет маленькую. И если вы по маленьким функциям, по маломерным, вы не можете реализоваться, потому что не можете развить эти функции до профессионального уровня. Потому что люди, у которых эти функции базовая и творческая, вас сожрут, не заметят. И вы в конкуренции ничего с ними не сделаете. Поэтому если вы не индивидуалист, если вы не сам по себе, если у вас есть на работу три человека, и там берут человека, у кого структурная логика сильная, там Джек, Дюма и Робеспьер. И возьмут Робеспьера или Джека, а не Дюму, скорее всего. Ну, в общем, на длинной дистанции маломерная структурная логика будет проигрывать. Ее будет увольнять. Или вообще будет печальная такая ситуация, вы будете начальником, а у вас будут подчиненные умнее вас. Это вообще нелепо. Представляете, если Путин бы сидел, у него базовая структурная логика, к нему на совещание приходит губернатор какой-нибудь, и он, и губернатор умнее его, и в глазах общественности Путин выглядит, допустим, глупо. Этого в голове нельзя представить, чтобы человек прям ярко умнее начальника был. Поэтому, если вы хотите реализоваться поактивационной или сугестивной, то вы будете одиноки, потому что умные, вы не сможете конкурировать с умными людьми вокруг вас. Вам придется терпеть то, что вы слабее других. Это противная штука. Она самооценочная. Ваши успехи по активационной функции будут напрямую влиять на вашу самооценку. Например, когда у меня какие-то неудачи или негативные комментарии по поводу структурной логики, мне это просто сердце, кровью обливается, как я накосячил по структурной логике. И когда я общаюсь с каким-нибудь Робеспьером по тему крипты, трейдинга, каких-то там заумных тем науки, политики, истории, я понимаю, что сколько я не смотрел бы каких-то там политологов, еще кого-нибудь, я в сравнении с людьми, с Робеспьерами, с Максимами Борькими, которые проглатывают огромные книги в течение трех дней, я не могу им конкурировать, ничего противопоставить. Поэтому активационная функция, на самом деле, вообще в идеале, она такая, ну, короче, хобби ваше. Вообще, в идеале, я бы хотел жить так, чтобы я по базовой функции работал часов восемь на работе обычной, я не буду приводить пример, потому что устал уже поговорить, там, проеблю про какую-нибудь, там, еще, сейчас что-то настроение про это, ну, ладно, ну, допустим, там, работать, там, в эскорте, ну, ладно, пускай там, и там восемь часов или там поваром, например, там, да, или домохозяйкой, вот просто, ну, там, домохозяйкой, ну, такой домохозяйкой, не то, что как Штирлиц, везде все пидорить, а вот у меня там есть бабушка, дедушка, и я вот пытаюсь ее вылечить, выходить, там, у меня есть Дон Кихот, которого там, программист Дон Кихот, я ему водички поднес, окно открыл, покушать принес, развлек его разговором каким-то, там, да, и потом я после работы пришел и по структурной логике там новости почитал какие-то, там, в компьютерную игру проиграл, там, криптой позанимался, там, например, да, там что-то какой-то момент изучил, и это такая сфера хобби. Проблема в том, вот я с этим столкнулся, что вы можете работать по аспекту активационной функции не больше 4 часов в день. Пишем 4 часа. 4 часа. 4 часа. То есть, смотрите, вы, например, решили, я сегодня весь день криптою буду заниматься, у вас активационная структурная логика. Вы будете продуктивны 4 часа, все оставшееся время это будет халтура, и вы будете делать вид, что вы этим занимаетесь, а на самом деле вы будете заниматься другими аспектами. Вы будете разговаривать с кем-то по телефону, потому что вам вдруг надо с кем-то поговорить. Вы будете дрочить, потому что, блин, захотелось после кофе подрочить. Вы будете, я сейчас про Дюму конкретно рассказываю, на примере Дюмы, вы будете с кем-то сидеть на сайте знакомств по этике отношений, потому что хотите с кем-то пообщаться, или общаться с своими друзьями в личке про то, как кто-то потусил выходные, то есть, или там, как у кого вообще дела. То есть, проблема активационной функции, что вы по ней можете работать четверть или максимум треть дня. Треть. Да? Все оставшееся время – это халтура. Вот я, например, заметил за собой, то есть, в первой половине дня, ну, то есть, ну, почитал ты книгу. Кстати, одна деятельность по структурной логике. Например, если я пишу посты, то я не монтирую ролики. Если я монтирую ролики, то я книгу не читаю. Если я книгу не читаю, я и посты не пишу, и контент не делаю, криптой не занимаюсь, то есть, не то, что у меня времени нет, а не хочется, не не можется. Просто вот, я прочитал за сегодня 80 страниц, все оставшееся время я буду смотреть YouTube и заниматься какой-то хуйней. Вот так. Все. И все. Точка. Это вот по активационной функции, да, вот эта главная специфика, запомните ее, значит, она слабая, неконкурентоспособная, хотя, опять же, в сравнении с болевой, ролевой, ограничительной, сугестивной. То есть, вы лучше половины социона. То есть, вокруг вас должны быть люди либо с неценностной структурной логикой, либо с маломерной, для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, и, ну, чтобы у вас самооценка росла по активационной функции, вы должны по ней доминировать и добиваться результатов. Вас Робеспьер редко будет хвалить за структурную логику. Вы для него мясо пушечное, которое занимается самодеятельностью. Мне в комментарии вчера написали на Ютубе, Робеспьер бы это видео никогда бы не стал смотреть. Частично я с ним согласен, да, безусловно. Но, как бы, откуда тогда у меня 1200 подписчиков, типа. Идем дальше. И мне прям это в сердце прилетело, то есть я прям загнался, грустно как бы стало. Но, с другой стороны, это тот компромисс на деятельность. А что мне делать, как Дюми? Вот что мне делать? Идти официантом работать? Ну, типа, это гон просто. С двумя высшими образованиями я должен официантом идти в 28 лет работать? Вы что, прикалываетесь, что ли? Итак, теперь важный момент. Вот эти четыре функции это то, по большей части, в каком функциональном состоянии пребывает человек. Я не сказал, какое функциональное состояние у его структурной логики. Давайте определимся. Структурная логика это состояние системного хладнокровного анализа и заторможенности. Так, а вот этот вот человек, он ему сказал тут что? А, ага, вот так. А они вот здесь почему так сделали? Они было вот этой штуки у них, да? Они вот так смотрели, а вот так они пробовали делать? А, это вот влияет на вот это и поэтому вот так, да? Понял, понял. А здесь почему ты вот решил вот так поступить? Нелогично уже. Слушай, это нелогично, это не оптимально, это приведет к плохому. То есть, холоднокровный такой вот анализ. И вот Робеспиры, они вечно так, они постоянно находятся в таком состоянии в анализе, в таком, это задумчивое очень состояние такое. Да, да, здравствуйте, сегодня я буду вашим сомелье. И он как будто речь проговаривает, как будто проскриптованную, очень структурную такую, разговаривает, слова подбирает, очень так, как будто отпечатает на клавиатуре. Это структурная логика. У нас осталось 4 аспекта. Идем дальше. Теперь аспекты, которые встречаются реже всего, и они встречаются очень специфически. Вот. Мы перейдем к болевой функции. Болевая функция это самая слабая, самая слабая сторона человека. И, вы знаете, вот представьте, вот мне нравится метафора Андрея Башко про машину. По-моему, это его метафора, или я ее придумал, я уже не знаю, потому что это было 5 лет назад. Вот, вы едете на грузовике, у грузовика есть вот эти вот слепые зоны. Слепые зоны вы никак не учтете. В любом случае, если в слепую зону заезжает машина, грузовик перестраивается, вы попадаете под колеса, умираете. Поэтому каждый водитель знает, что в слепую зону попадать не надо. Если что, прав нет, я не разбираюсь в вождении, это пример просто из головы. Вот. И, если в слепую зону будет засматривать водитель, и отвлекаться от переднего окна, то он разъебется рано или поздно. И болевая функция это так. Если вы будете постоянно слепая зона, это, как вы поняли, болевая функция. Передние зеркала это базовое творческое, заднее зеркало это фоновое. Или, наоборот, переднее это там боковые стекла, это творческое, да, или там, да, боковые зеркала. переднее это базовое, заднее это фоновое, да, например, вот так. Или, ну, вы поняли, короче, суть. И слепая зона это болевая, то есть ее человек вообще не учитывает. Если человек будет и стремиться ее учитывать, он похерит другие функции. И ключевой момент то, что он может работать по этой функции только 40 минут в день. Давайте напишем 40 минут. Не 40 часов, не 2 часа, 40 минут. Я про себя могу сказать то, что я по волевой деловой логике могу осваивать что-то одно в день. например, банкомат, с помощью которого оплата происходит лицом. Вот, я пойму, во-первых, в первый день я научусь, изучу функцию как пользоваться этим банкоматом просто вот как вот изучу, что можно штрих-код прислонять с картой там какие-то как бонусы спасибо списываются как вот вы знали, что вот бонусы спасибо в пятерочке списываются надо достаточно быстро карты проводить. Немедленно, медленно не списывается, а быстро. И я это понял только мне какой-то кто-то сказал на кассе типа молодой человек вы медленно проводите быстрее проводите у вас так не спишется. А я по болевой просто я не понимаю технологию как? Я постоянно на кассе можете списать я не понимаю просто хотя я людей боюсь понимаете или например я пришел в магазин я спросил а вот этот вот сколько стоит и все у меня болевая деловая вот на сегодня болевая деловая логика перегружена или например я понял технологию как из вот в крипте что-то делать какую-то как делать бридж из одной сети в другую на каком-то новом на каком-то новом дексе и я такой это все это мой максимум что-то одно в день то есть Дун Кихот по фоновой деловой логике он может таких вещей сделать 40 в день 40 и 1 чувствуете? 40 и 1 и по фоновой деловой логике Дун Кихот постоянно что-то делает по дому какую-то технологию готовит что-то моет что-то делает куда-то сходить на зон сходить по делам еще куда-то сходить еще он что-то он постоянно в деятельности какой-то Дюма наоборот бездельник и лентяй а Дун Кихот вот он место себе не может найти ему хлебом не корми дай поделай логике алло слушай а можешь мне вот эту вот тему найти шрифты у меня в рилсах шрифт найти да-да-да сейчас посмотрю так сейчас и он по черной интуиции делая логике оп 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 тебе шрифт находит или например человек можешь превьюшки сделать а человек после работы приходит можешь превьюшки сделать и человек берет превьюшки делает на после работы мне по делу логике фигачит и по черной интуиции вот а по болевой функции вот у Дюмы это Чиел да экстравертная логика черная логика деловая логика да это вот все одно и то же по ней Дюма с чем с чем связано вот опять же про этот аспект я меньше всего дельного вам скажу потому что это болевая неестественно для меня аспект первое это драйвовое чувство направленное на достижение какого-то результата и достижение какого-то ресурса Джек постоянно там типа так а ты знаешь что это этот чувак занимается вот этой темой ему мы сейчас можем позвонить он позвонит вот этому чуваку и короче мы сейчас денег замутим вот эту схему сделаем короче все ох будет о давай-давай-давай давай звони сейчас я бы напишу сейчас это так сделаем так это говорим а ты знаешь здесь вот плашка вот эта вот на сайте у тебя стоит здесь вот можно сделать вот так чтобы кнопку нажимаешь здесь окошко вылезает и кнопка там оплата вылезает и и у тебя стоит ватсап и у тебя перекидывает и сообщение прямо написано сразу в ватсапе там здравствуйте я хочу записаться к вам на консультацию а у тебя просто открывается окошко человек сам должен руками вбивать что он хочет по по чтобы он сам писал тебе это типа неудобно людям ну это такие примеры странные или как денег заработать ооо вот здесь вот шорт можно открыть здесь можно зашортить срочно заходи на сайтах где шорт открывай здесь вот здесь топ лосс ставь здесь схема можно вымутить здесь вот ооо курс доллара поднялся он по-любому опустится они по-любому сделают курс доллара там 80 а у меня есть второй телефон давай твой телефон сейчас за 70 тысяч продадим а потом его по 50 откупим да пофиг то что это будет другой телефон я понимаю то что ты к нему уже привык там и так далее ну ладно сейчас двадцатку сделаем ни на чем просто дюма когда слышат это блять вот эту схему надо мутить сколько действий нужно сделать сейчас на авито заходить фоткать его общаться с продавцом ждать пока этот телефон придет человек купит и может сделать оформит возврат и мы будем с этим возиться месяц просто ради каких-то там 20 тысяч рублей зачем это надо давай дома посидим поугараем что ты вообще то есть это суетливый делай логику это это обязательно деловая суета и деловая логика сопровождена с состоянием психоэмоциональном серьезности и деловитости вот видели как чиновники разговаривают это либо черная сенсорика либо структур либо структурная логика либо деловая логика в плане серьезности вот эти аспекты похожи вы замечали что вся гамма квадро она на серьезном ебали потому что черная этика неценностная это непотребностно неприемлемо для них неценностно это не вообще нахуй надо просто понимаете не надо человеку у них деловая логика серьезная так да мы с вами договаривались то что вы это сделаете вы сделали это покажите результат так мне деньги на счет не пришли почему когда придут ага а вот здесь вот там алло там Алексей Владимирович придите подпись вот здесь поставьте вы не поставили подпись вот здесь вот нам срочно нужна ваша подпись потому что эти документы завтра придут там застройщики надо с ними договориться это деловая логика типа потому что иначе они уйдут мы деньги потеряем поэтому хватит отдыхать приходить приходите все очень срочно нужны все-все-все бегу-бегу-бегу это деловая логика строгость строгость такая четкость отточенность в делах так суетливость либо строгость ну да в общем-то этого в принципе достаточно опять же это моя болевая функция то есть если вы хотите более подробно освоить делаю логику смотрите джеков штирлицов социнических если они есть и изучайте да но вообще 40 минут в день очень важный момент то есть если вы там Робеспьер по черной сенсорике но он может одну человеку один раз противостоять что-то вот отстань это мое верни мне вещь мою не дам я тебе ничего дурачок а ну верни блин быстро а на третий раз он типа ну все завтра отдашь стерпел понимаете да то есть он не сможет противостоять чему-то долго его психи его психи заложено время и время да еще и уровень низкий понимаете 40 минут да еще и на уровне 40 минут да это за 2 минуты сделает джек или штирлиц или дунки ход по деловой логике а я это буду делать 40 минут по белой сенсорике гамлеты есть такой нутрицитолог там у нее интервью брали недавно такая девушка красивая гамлет вот я думаю поняли вы о ком может фотку вставлю не помню имя она анализирует белую сенсорику через структурную логику и ну да по сути дела через структурную логику то есть изучает какие-то научные статьи и по ним живет а я вот например белую сенсорику чувствую просто вот я чувствую так у меня печень колет надо много воды пить чтобы прочистить печень надо есть много больше огурцов и арбузов чтобы прочистить печень надо перестать пить надо больше пить воды надо меньше сушиться так там да там вот такое то есть я это чувствую и понимаю гамлет так не может у него болевая белая сенсорика поэтому гамлет можешь сделать мне массаж 20 минут он поделал нормально массаж а дальше халтура пошла поцарапал грубо начал вас мять бить ты говоришь да больно уже ну все как правило это вот с белой сенсорикой маломерной как они делают массаж вот минут через 20 я как дюма у меня не было ни одной девушки которая делала нормальный массаж ну может быть может быть одна может быть одна-две может я кого-то не могу вспомнить я говорю ну это больно короче что ты не стараешься ты не чувствуешь тело ну короче ладно и причем они сами это не ценят то есть за гавлетом в кровати лежишь да я не люблю массаж на самом деле это вот прям гавлетов там пять точно мне говорили такую фразу да я не люблю массаж на самом деле мягкий там какой-то вот а жесткая черно-сенсорно мять я не люблю например да и значит переходим уже к ролевой функции ролевая функция у дюмы это белая интуиция белая интуиция двухмерная то есть маломерная двухмерная это на все-таки на порядок лучше по двухмерной интуиции мы можем работать ну вы знаете вот халтурно работать по ролевой функции это в принципе хорошо то есть я замечал что мои друзья Гюго и Гавлеты по деловой логике ролевой у них удается работать на работе посредственно они меняют постоянно работают постоянно увольняют но они хотя бы работают в отличие там от меня от дюмы которая для меня просто работа системная каждодневная противоестественная я не вывожу ну я не могу эти 40 минут на весь день растянуть а у них вот ну то есть получается там ну два часа причем она двухмерная то есть то есть тут одна единица в день а здесь 8 единиц в день вот примерно вот так То есть, здесь вот 40 минут, а здесь, ну, давайте возьмем 2-4 часа, но 4 часа это я прям вот беру с натяжкой, это прям еле-еле. То есть, по сути дела, ролевая, по ролевой вот белой интуиции, я вот, например, по режиму могу жить, четко следя за временем и не проебываясь. Но вот на третий день я уже вообще все клинит начинаю. То есть, я уже все, я не буду жить по режиму. То есть, если у меня консультации, там, в 2 и в 7, 3 дня подряд, я на четвертый день, то есть, это что, это вот я вот всю жизнь должен вот так вот. Так, это мне надо лечь не раньше 3-х часов ночи, не встать не раньше 12-ти, чтобы умыться, поесть, быть подготовленным, с вечера не бухать, чтобы, ну, короче, во время уложиться. И по ролевой функции человек в образе постоянно находится. То есть, это абсолютно обмананно и балово. То есть, человек делает вид, что он деловой по ролевой функции. По черной сенсорике он делает вид, что он какой-то влиятельный и сильный. Очень много в ППММА Дон Кихотов, которые делают вид, что они там какие-то спортсмены, даже думают о какой-то профессиональной карьере, но травмируются. Травмируются. Вообще, открою такой секрет, что если человек будет работать по черной сенсорике, она у него не базовая и не творческая, то вопрос времени, когда человек переусердствует и травмируется. А потом человек будет думать, да это мне травма помешала не стать олимпийским чемпионом. Не травма, ассоциатив тебе помешал. Потому что ты перетренировался и не вывез этой нагрузки. Твоя психика не вывезла этой нагрузки. Потому что ты где-то ножку на тренировке по боксу неправильно поставил, связки порвал, но это связки не из-за того, что они у тебя слабые, а из-за того, что ты просто забыл про ноги в определенный момент. У тебя мерности, аспекта не хватило. Ты не выводишь 2 часа тренировки интенсивной. Вот и все, вот весь разговор. Ты побегал, бой с тенью поделал, с мешком поработал, а уже на спаррингах ты на автомате вообще на полном. Но опять же, человек может полгода, год, если у человека физика психософская высокая, то еще ладно. Но в общем и целом ситуация такая, что по ролевой функции человек просто делает вид, что он в чем-то разбирается. Дюма делает вид, что он Есенин. Дюма делает вид, что у него все по плану идет, и все, он везде успевает и так далее. Хотя мне 28 лет, я образование в 28 получил. Четыре года назад мои одногодки закончили универ, если не 6 лет назад, а я в этом году закончил. И я только жить начинаю в 28 лет, я только получил какую-то свою свободу. Это идет, это ролевая функция. Ролевая она называется, потому что человек отыгрывает роль, отыгрывает роль он в ситуации, когда он находится в конфликтной среде, на работе, например. На работе мы работаем по ролевой функции. Дон Кихот по черной сенсорике делает вид, что он сильный и влиятельный чувак, чтобы все его боялись. Гюго делает вид, что он деловой. Гамлет делает вид, что он деловой. Дюма делает вид, что он очень такой системный, последовательный человек, на которого можно положиться. И так далее. Переходим к предпоследней функции. Это сугестивная, она очень специфическая. То есть она очень похожа в этом смысле на ролевую. И у Дюмы черная интуиция. Значит, почему она похожа на ролевую? Потому что время очень маленькое, по которому человек может это действовать, и очень маленький уровень, на котором он может в этом разбираться. По сути дела, человеку это вообще не надо. И человек просто загорается раз в день, на час, на два в день. Погорел этим, и все, и дальше своими делами занимается. Поэтому дуализация по сугестивной базовой функции, человек должен повзрослеть. Потому что очень много Дон Кихотов встречал, которые просто отрицают свою белую сенсорику сугестивную. Почему я так много акцентирую на Дон Кихотов? Потому что это моя целевая аудитория, во-первых. Во-вторых, это мои дуалы, и меня очень много Дон Кихотов смотрит. Поэтому такая вот тема. Или, например, Есенин. У него сугестивная черная сенсорика. Я вот встречался с Есениным, с девушкой, и она не приемлет никакую агрессию. Она чувствует то, что она любит влиятельных, сильных людей, уверенных в себе, которые отстаивают ее интересы. Но саму агрессию она не переносит. Она вообще максимально антиагрессивный человек. Как будто она вообще, там, не знаю, белый сенсорик, типа, знаете. Но это специфика сугестивной функции. Она очень слабая. Человек по ней вообще ничего не может. То есть, по ней, вот, 40 минут, 40 минут-2 часа. Это максимум. Причем, я уже скажу вам, что через полтора часа это будет абсолютная халтура. Вот пример с Counter-Strike. Чтобы привести пример с Counter-Strike, надо понять, что такое за функциональное состояние черной интуиции. Функциональное состояние черной интуиции. Это бесплановый, беспланный поиск решения проблемы нестандартным способом. А вот, там, в фотошопе, знаете, вот, эту кнопку нажал, эту кнопку нажал, эту кнопку нажал, это вылезло, это подтянул, это сделал, хуяк-хуяк-хуяк-хуяк-хуяк, что-то сделалось. Но человек не ставил себе задачу сделать именно так. У него просто получилось творчески и красиво, но он не знал, что у него будет, там, изгиб здесь какой-то, или какой-то треугольник. У него примерный план есть, по которому он действует, примерный, но на самом деле все на самотеке. И черная интуиция, это такой вот, вот, пример с Counter-Strike. Я играю в Counter-Strike, и я там, это творчество. Так, давайте в аркаду Б, сейчас пистолетами выйдем, вы две флешки кидаете на Аплент, и мы втроем выходим на шуфтах. Творческие различные стратегии. И там раунд идет полторы минуты, там, минуту 45. И вы за эту минуту 45 придумываете, как вот обмануть соперника, как какую-то стратегию выстроить. И вот эта вот суетливость. А-а-а, двое зига, трое проходят на него! Еще один флешку кидает, смог! Еще один чел, стреляет! Убивай! И он, все, пацаны, давайте в следующем раунде, и по любому сейчас зиг пойдут снова, там, зиг слабый, давайте с хаешками в четырнем сделаем. То есть, в моменте он придумывает план, и в моменте его реализует. Опять же, это можно делать и по черной сенсорике, это состояние словить, да? То есть, и по структурной логике к этому можно прийти. То есть, одну и ту же деятельность можно обрабатывать с помощью разных аспектов. Самые лучшие коэсеры это Максим и Горький. Вот, например, Симпл. Он Максим Горький, у него болевая черная интуиция, и он играет по черной сенсорике. Он играет просто прямолинейно. Он нагло просто выходит в самый момент непредсказуемых. Бам! Двух чуваков убил, убежал. Люди даже не ожидали, потому что это безумие, такую позицию занимать, и так аркадно играть. Это черная сенсорика. Черная сенсорика это бросаться на амбразуру. А я еще, мы ее не начали, да, еще? Сейчас, попозже, попозже. Черная интуиция. Она, видишь, у меня субъективная, слабая, мне сложно ее передать. Это состояние творческого потока, творческого улета. Творчество такое... И тут очень важно, это иррациональный аспект, не по плану это все идет. То есть, черный интуит, его просто это состояние, когда тебя несет, и ты деятельности мешаешь. Одну начал, другим занялся. Одновременно делаешь несколько дел одновременно. У тебя различные увлечения. Вот, например, у меня есть Дон Кихот, знакомый в Москве. Вот она сегодня в одном месте, завтра в поход, послезавтра в третий, еще четвертый. Жизнь очень насыщенная, очень много движухи происходит. Вот Гексли, Дон Кихот, самые насыщенные образы жизни на интересной деятельности. То есть, если Штирлица посмотрите, ну, человек, ну, ходит на работу, ну, там, ну, на машине, там, поменялся, там, колеса, там, какие-нибудь, там, да, в химчистку, куртку, базовые вещи делают. А Дон Кихот, так, мы сегодня ищем специальный клей, для того, чтобы приклеить вот эту дощечку вот сюда, чтобы сделать картину из какой-то новой штучки. Вот, это черная интуиция. Хотя, эта идея ему просто внезапно в голову пришла, ему показалось то, что это будет прикольный образ смотреться, ты потом смотришь, как тебе это в голову пришло, офигеть, безумие какое-то. Очень крутая, развитая фантазия, воображение. У них решение проблем, вообще какое-то вот, откуда они это берут, непонятно. Они полностью непредсказуемые, они постоянно удивляют, и так далее, и так далее. А черная интуиция сугестивная, это человек, абсолютно, есть Дюма такой, Бульвар Депо, рэпер, и про него Моргенштерн с фоновой черной интуиции сказал в интервью Дудю, иностранный агент. Значит, он говорит, Бульвар Депо, это тот человек, который пытается выделиться и делать уникальную музыку, но на самом деле, он просто пытается выделиться всеми доступными путями и сделать то, что не делает никто другой. Он не такой, как все. Это правда про Дюм. Так оно и есть. Дюма пытается выделиться, но на самом деле, в сравнении с Дон Кихотом, ну это просто, типа, ну копия, мини-копия Дон Кихота. Типа, что-то приколист какой-то, угарщик, но это все так нелепо, неестественно выглядит. И он выучил от Дон Кихота три фразы смешные, три анекдота и рассказывает, а у Дон Кихота сто анекдотов смешных, там условно говоря. Как работает субъективная функция? По ней человек загорается. Так, Дон Кихот, например, так, хочу вкусно покушать. И маломерная функция, слабая, она ему мешает удовлетворить потребности. Смотрите, мы по болевой не можем удовлетворить свои потребности, по ролевой не можем удовлетворить потребности, и не хотим причем. А по сугестивной хотим, но не можем. Дюма, надо как-то что-то скучно, надо что-то сделать, надо как-то интересно, что-то скучно, одно и то же все. И ничего в голову не приходит, что бы сделать, что бы замутить такое. А Дон Кихот скажет, а пойдем на великах, поедем вот за 40 километров, там и этот, возьмем удочку одну, короче, и там мы поплаваем и на великах покатаемся. И еще, ну, что-нибудь такое, короче. А тебе это в голову даже никогда не приходило вообще. Откуда ты это знаешь? Да ниоткуда, открыл карты, пальцем нажал, говорю, в смысле? Откуда ты это знаешь? Да я гугл карты, короче, открыл, там вижу, ну, там по фоткам, а там с дороги эту речку видно. Вообще прикольная, смотри. Это черная интуиция, тоже типа, в смысле, там есть такая функция, по видео смотреть местность, он говорит, да, смотри, в карты заходишь, сюда нажимаешь, сюда нажимаешь, здесь прогружаешь, и ты можешь видеть любое место в России на карте, на гугл картах. Ничего себе, черная интуиция, ничего, как интересно, круто, ну, слушай, ну, давай, поехали, только ты знай, ну, может, там не поедим, не поспим, ничего, а Дон Кихот говорит, да опять ты со своей белой сансорикой начинаешь ныть-то, а, ну, ну, ладно, ты ноги покачаешь, поплаваешь, осанку себе исправишь, и так далее, ты чё, типа, нормально все будет, и по, очень часто дуалы, по суггестивной базовой функции срутся, почему, потому что базовая функция, она настолько сильная, что ее предложения для суггестивной функции, а, непонятные, и б, очень сложны, и получается, надо полностью довериться человеку, отдаться ему, и максимально доверять, а, если у человека этикоотношения неценностные, он будет все делать только для себя, и вполне возможно, в конце концов, действительно, вы попадете под дождь, заболеете, простудитесь, и вам придется в ночь на великах ехать, по плохой дороге, и вас вообще машина собьет, Дон Кихот это по белой сенсорике не учел, а по черной сенсорике он это не учел, вот, поэтому зачастую Дон Кихот зовут Дюм на авантюра, вот, очень часто Достоевские по суггестивной деловой логике не доверяют Штирлицам, вообще никому не доверяют, они считают то, что, зачастую, вот, человек по суггестивной функции в ракушку закрывается, и я всех умней, как лучше, я вот по черной интуиции себе выбрал, вот я в Counter-Strike играю, в компьютерные игры, ну и вот у меня есть два хобби каких-то, я ими занимаюсь, ко мне больше не лезьте, и все, и по сути дела, ты всех дуалов будешь отфутболивать, потому что все твои дуалы будут отмораживаться и говорить, что типа, да, он вообще не слушает, то есть он ничего, он никак не может подыграть там человеку, и не может увлечься никакой деятельностью, его ничего не слушает, и дуалам это очень не нравится, пойдем на концерт, не, не пойдем, пойдем на пикник, не, не пойдем, пойдем поплаваем, на таких водяных таких пушках, не, не пойдем, пойдем погуляем, не, не пойдем, ну все, и все, и дуалов вообще не взбать уже больше, вас никуда не будет, поэтому сугивстивный аспект, это такой аспект, очень такой, по нему человек обижается постоянно, у него ничего не получается, он он иногда как структурная логика работает, самооценочная, то есть человек прям не принимает ничего, ты Дон Кихота говоришь, да это неэстетично выглядит, ты как оделся-то вообще, как клоун, давай, убирай эту шмот, ты не пойдешь так со мной на улице, одевай вот эту, ты мне указываешь, что одеть, я говорю, да одень, смотри, как эстетично выглядит, я как нормис выгляжу, и что, зато смотри, как эстетично, и прикольно, типа, тебе ж не обязательно, как клоун выглядеть, мы ж не в цирк идем, он такой, ну, ты в общем-то прав, но я все равно не буду так делать, там, вот этот, вот, постоянно такая штука, есениная, и у человека существует потребность, 40 минут, 2 часа в день работать, то есть смотрите, у вас существует потребность, 4 часа в день, по активационной работать, 40 минут, тире 2 часа, по сугестивной, по творческой, 6 часов, по базовой, 8 часов, опять же это условно, надо подбить эти тайминги, чтобы было в сумме 16 часов, да, но оно будет меняться, понимаете, тут должны быть диапазоны, видите, здесь диапазон от 40 минут до 2 часов, эти диапазоны на самом деле, и они меняются в течение дня у человека, эти тайминги, эти временные диапазоны, вот, и вас сам организм ваш подтолкнет, что вы должны сделать, там, Есенин, так, надо сходить в клуб, там, потискаться с кем-то, потолкаться, или там, агрессивно поводить, но, как правило, это все заканчивается, вот, Жукову можно агрессивно, водить, потому что он чувствует габариты машины, вот, там, Давидович, Жуков, да, он по черной сенсорике, как он чувствует, он говорит, я, когда еду, я 160 параметров считываю, температуру, какая дорога, какие ямы на дорогах, какой поток, какие машины, какие у меня показатели на панели приборов, и так далее, а, Есенин, который решил копировать Жукова, это Эдвард Билл, который попал в аварию, и от которой, из-за которого там человек, там, типа, инвалидом стал, хотя его предупреждал, Давидович, то, что он попадет в автокатастрофу, и так вот, реально получилось, поэтому, сугестивная функция, как и активационная, черная сенсорика, она требует на себе, то, что человек, как-то повзаимодействует, целой кокровищей средой, подстаивал свои интересы, черная сенсорика никогда не даст заднюю, то есть, для черной сенсорики, и эта игра такая, ты давишь, и я давлю, ты давишь, и я давлю, и у вас противостояние, и мы переходим к черной сенсорике, к ограничительной, это одна из самых слабых функций, она как болевая, то есть, человек по ней, вот, по болевой функции, человек даже не стремится информацию получить, отличие от болевой, только то, что она чуть-чуть сильнее, ну, сильнее, короче, в критический момент, но этот критический момент, он никогда не наступает, потому что человек гасится от этой деятельности, и в критический, да, человек любит информацию, поэтому, изучать, например, я человек вообще не военный, я служил в армии, я вам четко могу сказать, то, что нельзя, нельзя мне воевать, потому что я безответственный, расхлябанный, нытик, который вообще просто, ну, бестолковый, я должен быть поваром, вроде обеспечения, медиком, человеком, там, санитаром каким-то, но не штурмовиком каким-нибудь, и не удерживать позицию, ни снайпером, или ни пулеметчиком, хотя у меня есть знакомый танкист, например, вот, ну, знакомый знакомого, танкист на контракте, вот, Дюма, вот, но он, говорят, насколько говорят, он просто в танке сидит и проебывается целыми днями, то есть, понимаете, да, Дюма, он в любом случае, в рамках своего типа будет жить, он в любом случае, 8 часов будет, там, сухпоек жрать в танке, заместо того, чтобы масло проверить, грязь, там, какую-нибудь счистить, там, что-нибудь поставить на танк себе, там, короче, я не знаю, короче, я люблю разговаривать на эти темы, смотреть, люблю рисовать стрелочки на карте, кто, в каком направлении воюет, кто, как, что там, какие потери, какие, что, кто, какие предпринимает меры, но, когда мне начинают рассказывать нюансы про войну, мне это неинтересно слушать и участвовать, тем более, то есть, это все только исключительно на словах, и поэтому, зачастую, я в компаниях на всяких тусовках, я там, я либерал, который постоянно, типа, о, расскажи, расскажи, как там на танке, как там, из чего стрелял, как там, чего, и он, и Максим Горький начинает скучно рассказывать, какие-то тонкие, какие-то вещи по черной сенсорике, я понимаю, что, а, и он думает, что я его единомышленник, и что, сейчас все, у меня сейчас целую ночь, мы будем только про это общаться, а мне просто были какие-то нюансы по черной сенсорике, интересно, то есть, я его фактически обманул, я человеку внушил мысль, что на самом деле, я интересуюсь всем этим, а на самом деле, для меня это все, как интересоваться футбольным матчем, там, две команды сражаются, и чувак бьет пенальти, и он промахнулся, блин, вот он оттачивал этот удар, но он промахнулся, хотя олимпийские игры я тоже не люблю смотреть, как бы вообще, это все нюансы, кто там в этом году, как выступил, это просто нюансы, вот, для меня, а вот там, как, вот, кто, какие на оперативном, на оперативно-тактическом уровне, на оперативном уровне, какие предпринимают решения стратегического характера, это более структурная логика, и немножко черной сенсорики, то есть, человек по ограничительной функции, любит выебываться на словах, а на деле ничего делать не может, он на словах может 3 часа в день этим интересоваться, на словах, давайте напишем так, на словах, на словах 3 часа в день, а на деле, на деле, там, максимум, там, 15 минут-1 час, то есть, я вот в зал не могу пойти, я не сказал про функциональное состояние, функциональное состояние черной сенсорика, это состояние бычки, готовности постоянно среагировать, среактировать, тронуть человека, и так, молодой человек, подойдите, подойдите, а вот здесь покажите, или там, у кого-то что-то спросить, у кого-то что-то потребовать, свои права, там, молодой человек, вы мне на ногу встали, не надо стоять на моей ноге, там, это давление на кого-то, принуждение к чему-то, это пафос, черная сенсорика, она всегда пафосная, она всегда снобиская, она всегда крутая, черная сенсорика, это аспект крутости, аспект крутизны, как и деловая логика, то есть, человек крутой, он влиятельный, он, причем любая, то есть, в этом функциональном состоянии если сугестивная функция черная сенсорика он будет 40 минут 4-2 часа то есть не пришел в компанию и он сугестируется он крутой по активационной он еще более крутой то есть есенин вы замечали да есенина они более такие мягкие менее жесткие гамлета они такие прям такие уже вы его без ты уже такие а жуковы и максиму горький это то слово скажи только них на глазах считывается ну ты поспорь и ты сейчас поспоришь у меня сейчас мы же бы ты меня сейчас быстро все мы с тобой сейчас разберемся с тобой кто там дурак часто все поймешь то есть черная сенсорика это всегда состояние бычки это всегда состояние дикости и поэтому центральные квадры у них белая сенсорика состоянии эстетики кайфа удовольствия не ценностные поэтому гамлеты высмеивают у них другая ценность другая потребность состояние крутизные бычки молодой человек вы тарапа торопитесь к уже а люди ждут в очереди а вторая касса работает позовите и и это все чуть ценностно молодой человек не шумите черную сенсорику все белая сенсорика она смотрите смотрите какие трусики первый раз трусики надел клёвые трусики черные сенсорики смотрят да ты просто конченый еблан ты просто там вот так да то есть это война между черными сенсориками и белыми сенсорики белые сенсорики ценностные белые сенсорики это эстетика кайф удовольствия либерализм а чё центральные квадры это серьезность ханженс ханженство это как традиционализм и строгость чрезмерная снобизм этого черная сенсорика вот и ограничительной функции еще раз она как болевая по сути дела ты по ней ничего не можешь если у человека болевая этика отношений он по ней разговаривает на тему отношений носа но в отношениях не разбирается кто встречался с гигу очень легко знают что этих казалось быть человек разбирается насколько мозгоебство на голом месте что-то она обиделась на что-то непонятное расстроилась по ерунде какой-то ну бред какой-то вообще с гамлетами такая же тема ты ее обидел она больше никогда с тобой общаться не будет никакой не на какой мир не пойдет просто ограничительно черный этика отношений и по ограничительной западло человеку но я поговорю но делайте конечно же ничего не буду это у всех социотипов так причем на словах то она делает вид то что она ценностная у них и я я вообще все видео про тюрьму пересмотрел я вообще шарю я по понятиям живу а на самом деле ну посмотрите ролик целиком как бы вы все поймете про меня вот и человек например может там со мной гулять и он не примет а у нас илья он либераха такой мягкий или он жесткий крутой чувак который в армии служил и боксом занимался он какой он настоящий это на самом деле и когда ты говоришь братан я очень мягкий и добрый человек и вообще честно вот я я я не приемлю никакого насилия агрессию этого тема давай поспарингуемся там по пьяни да не я хочу посидеть я устал я пьяный я не хочу взаимодействия нет потребности в черной сенсорике и так дорогие друзья мы с вами рассмотрели какие у людей существуют потребности и поняли что по сути дела человек живет по базовой творческой фоновой и активационный по сугестивной человек живет 40 минут там час в день когда его осенит она фоном как бы идет фоном то есть у дон кихота у гекс ли есть флер вот такой вот у робеспьера там будешь кушать я такие такой клевый бог ей тебе взял о его и приятно прикольно прикольно хотя сами бы они не додумались вог взять то есть они хотят этого но сделать ничего не могут по идее это нам должен отдавать наш дуал и по этой функции мы сами непродуктивные непрофессиональные развивать ее невозможно даже если мы пытаемся играть в самодализацию работать по сугестивной функции получается еще хуже чем по структурной логике а я скажу что по структурной логике надо всю жизнь под по четыре часа в день чем-то заниматься и глядишь через десять лет вы профессионалом станете а робис пьер станет профессионал через через год потому что он будет книги и ночами читать и днем читать и в отдыхе для него отдых это чтение а для вас после чтения надо отдыхать а после отдыха дюмы тоже надо отдыхать потому что отдых у дюмы специфический вот наверное надо будет делать отдельное видео про каждую при пример каждой функции каждого аспекта по до у каждого психотипа хотя в принципе это все есть в обзорах на психотипы поэтому смотрите как конкретно проявляется эта функция самое главное что я сказал что есть функциональное состояние психики что мерность аспекта не развить это потолок нашего развития это мощность нашего двигателя или оперативная память вот у вас 4 гигабайта оперативной памяти в двух плашках и все и вас две плашки и там у вас прям вшито в материнской плате что 4 мегабайт 4 мегабайт 4 гигабайт это максимум больше нельзя вот у меня на видео на первое на материнке вшито по моему 64 или 32 гигабайта то есть 128 я никак не поставлю никак это там это на две плашки идет вот как как бы ты не изгаляйся и все это измеряется в количестве часов то есть как бы мы не хотели у нас желание пропадает по структурной логике ты работаешь по черной сенсорике ты понимаешь что тебе надо две тренировки в день 2 тренировки в день но я не могу как максим горький скажет гамлет или есенин или будет лентяйничать срывать тренировки пропускать просыпать тренер будет орать в итоге это не его таланта не недостаточно и время ограничено из-за мерности аспекта к сожалению еще и время ограничено то есть вы и так на среднем уровне вам бы вот 16 часов в день на на среднем уровне тренироваться да но через силу бесполезно это все халтура поэтому я желаю вам заниматься по жить по своим сильным аспектам найти договориться с вами собой и выбрать ту деятельность по которой вы можете долго и продуктивно работать и ту деятельность которой у вас не будет конкурентов впоследствии подведу итог скажу что подпишитесь пожалуйста на меня в инстаграме в чате скоро кстати в чате возможно будет сюрприз может не скоро у меня белая интуиция ролевая я не знаю я на четыре дня вперед только плана строили все но стратегически есть кит но не более вот подпишитесь на меня в телеграму группе и подпишитесь на меня в где еще где еще вконтакте на группу на youtube канал подпишитесь колокольчик поставьте и если вы хотите прийти на психологическую консультацию ведь я здравый человек у 2 2 половине еще здравый человек приходите пообщаться какой-то аспект как быть что делать да процепировать там вам надо мужа потом девушку парня и решить там он точно из вашей квадры или нет и так далее то есть кому-то подарок может сделать и типирование или психологическую консультацию в общем-то психологи психологические консультации у меня 2 900 идут вот а типирование по соционике 3 500 также идут по-прежнему вот увидимся с вами на консультациях и в следующих роликах думаю что следующее что мы будем рассматривать будут уже конкретные аспекты хотя по сути дела сегодня я раскрыл тему аспектов чуть больше чем полностью кто-то скажет что я мало поговорил про модель а скажу что во первых модель условно абсолютно то есть это то что она так нарисована это просто для удобства в психологии постоянно рисуют там схемы схемы стрелочки особо смысла в этом нет никакого просто ну как бы вот так проще люди договорились что так будет это первое и второе тут мало что скажешь конкретно по модели а в принципе функции не работают здесь нет нет жестких правил то есть может быть я что-то и не рассказал но в общем и целом я сказал то что работает со стопроцентной вероятностью что даст вам повы в помощь стопроцентном определении типа кстати обязательно будут ролики по определению типа я только начал про это рассказывать но я думаю что умному реально будет достаточно именно по этому ролику начать людей других типировать вот то есть вы обладаете полным инструментарием для того чтобы разобраться в своем типе в себе в социотипе близких и сделать какие-то очень здравые гипотезы на предмет того какие тип какой тип у вас либо ваших близких и ваших знакомых либо просто у людей которых вы встречаете на улице до каких-то общих компаниях с вами был соколов илья очень рад что вы досмотрели до этого момента мне было очень приятно рассказать про такие инсайты которые я просто вот пять-шесть лет я по крупицам собирал и это уникальная информация и думаю что такой информации не было нигде и никогда и вот рад служить как говорится очень приятные ощущения получил от того что так подробно и по полочкам раскрыл тему модели а в соционике а с вами был соколов илья до новых встреч в эфире увидимся в других роликах а